привет друзья видеоканал русская америка меня зовут юрий моша я сегодня общался с потенциальным франчайзером он в москве находится ему интересно купить франшизу только по работу в сша ну наверное может быть денег нет на полную франшизу может быть вот такая вот идея именно узко профильное агентство создать по работе в сша и он много вопросов задавал который ему конечно отвечал но был один вопрос который вот такой вот очень важный я наверное думаю что стоит посвятить этому видео вопрос был задан так а какой рынок вот сколько вообще денег можно получить находясь в москве конечно определить какой конкретно рынок в москве на эту услугу иммиграцию я сейчас целом говорю об иммиграции не конкретно там вот по работам потому что вы очень сегментированная работе в сша но в целом рынок можно посчитать по россии но москва я думаю что опять же если тиражировать население россии там не сегментировать это то получается москва как вот население россии там 150 миллионов 140 миллионов москва там 10 миллионов сколько получается процентов вы можете просто таким же образом разделить и понять общее количество денег которые вы можете собирать потенциальное количество клиентов россиян очень большое и она растет с каждым днем значит статистика того года там 200 тысяч человек там 200 чем-то подавали на грин карту статистика этого года 300 тысяч уже видите тенденцию это мы говорим сейчас только лотереи а ведь сколько людей еще не подавали на лотерею и я уже делал не раз статистику я еще раз делаю видео прям покажу сайты государственного департамента сша статистику по визам и там еще 1300 если мы говорим сейчас о визах то есть вот уже 600 тысяч человек да ну понятно что может быть какие-то там людей подают на визу играют лотерею хотя не такое уж и большое количество людей которые вот такие знаете игроки они готовы ехать по визе вот есть определенный процент и он большой с тех кто играет в лотерею я же общаюсь у меня пятилетний опыт уже в этого бизнеса я примерно понимаю что что люди хотят то есть те кто играет в лотерею они такие вот лотерейщики заядлые вот они играют они визу не получают пока они не выиграют лотерею да есть какая-то часть людей которые играют и и визы получают но все равно я вот так оцениваю моя оценка это где-то полмиллиона россиян так или иначе ваши потенциальные клиенты которые хотят поехать как туристы которые хотят поехать как студенты которые хотят поехать поработать в америку либо на долгий срок либо на короткий срок есть да россия ограничена допустим виза и что бей что и они не позволяют россии россии не россии не позволено граждан россии получать эти визы но есть виза джейван допустим джейван стажировка которая спокойно россияне могут получать ее очень хорошо дают опять же теперь мы идем от говорим о главном то есть есть же определенное количество людей которые конкретно получают визу любую и которые готовы эмигрировать и если вы наш франчайзеры вы допустим продали этот кейс изначально человек получил туристическую визу потом он приехал ему понравилось здесь он посмотрел и сказал да это мое я не уезжаю я остаюсь если он здесь остается и допустим дальше его меняется статус там или через политику и через брак или через и там л-1 мою любимую визу как на которую я всех франчайзеров настраиваю говорю продайте лучше 1 л-1 это заменит вам продажу вы заработаете на этом также сколько бы заработали на там на 30 там на 40 туристических визов человек здесь остается и это же ваш клиент то есть вы его нашли изначально и у меня допустим вот как с другими офисами которые уже работают это уже правило такое если человек сюда приехал и допустим он остается вы должны его отслеживать иногда бывает он получил визу допустим туристическую может быть он не взял социальную адаптацию он потерялся я его уже не могу здесь определить уже у нас такой поток клиентов мы не можем отслеживать всех клиентов где как и что что с ними происходит у меня он например клиент вчера позвонил который когда-то данным давно делал туристическую визу и пишет мне с у него украинский вайбер и он пишет я смотрю мы с ним год назад переписывались вайбере он будет явный джерси сделал делаю уже документы не сделал делаю уже документ и я его спрашиваю почему ты как бы не не через нас визу что мы тебе делали туристическую ведь но мне там какие-то родственники появились которые там предложили там какого-то адвоката он там не сделал хорошие условия в общем ну даже не позвонил хотя и когда мы с ним поговорили по телефону я почему-то нам не позвонил мы такие к тебе условия дали ой я не знал что я думал что у вас там 7000 долларов стоит он где-то какое-то там старое видео запомнилось ему в голове 7000 долларов но сейчас мы можем сделать тебе для твоего конкретного случая мы можем тебе сделать дешевле но он уже там аванс нес но дороже в итоге вы вышло не позвонил потерял деньги ну ладно причем он-то знает нас как бы он доверяет он понимает но другие вопросы зато задает которые касаются как раз я его отправил он задает мне вопросы говорю должен у тебя есть же адвокат иди к нему и задавай вопросы раз ты заплатил деньги возвращаясь к франчайзерам это ваш клиент то есть если вы ему его изначально зацепили дальше если он что-то заказывает потом открытие фирмы в сша допустим он заказал это тоже стоит оплённых денег там порядка 1000 долларов вот пожалуйста ну если у сошел они сошел есть там дешевле конечно вот еще пожалуйста вам заработок потом он купил автомобиль здесь это тоже ваш заработок то есть там какой-то комиссию которую там дилер нам платит значит мы тоже с вами поделимся снял квартиру опять же ваш заработок то есть дальше он начинает тратить деньги за какие-то услуги конечно которые мы ему оказываем это все ваш заработок поэтому вы должны если вы изначально наши франчайзеры вы должны его как бы тянуть дальше и следить за ним общаться с ним и так далее вот как мне нравится сейчас допустим франчайзеры из города суммы вячеслав зовут это украина и у него сейчас есть клиент вот он этого клиента сразу то есть как раз тоже приехал он с ним сразу начал устанавливать связь как у тебя дела как тебя как тебя встретили как у тебя происходит там трудоустройство как у тебя там разные вопросы которые человеку тоже приятно когда о нем заботятся и я для этого и создаю эту франчайзинговую сеть чтобы у меня не хватает время с удовольствием бы всех обзванивал спрашиваю дела но у меня физически я один и у вас много франчайзеров все хотят лично со мной поговорить пообщаться я не могу со всеми общаться и поэтому есть там сотрудники и не тоже загружены но мы не можем успевать за всеми потому что у нас много клиентов с каждый офис франчайзеры дает клиент сами клиенты приходят а вы можете вести своих вас там 10-15 клиентов в месяц вы можете отслеживать их общаться с ними дружить с ними и это все будет идти вам в копилку так что рынок огромный огромный рынок и сейчас вы можете просто продавать вот эту услугу трудоустройство через рабочие визы через поиска job offer открывать там либо на базе там кадрового агентства можете договориться с кадровым агентством арендовать у них там помещение вот он уже поток ним приходят клиенты а тут вы сидите нет работы там в тех же сумах допустим да директор кадрового агентства куда его приходит ли это слушает не хочешь в америку по их человек в америку интересно а как же так можно в америку поехать конечно можно вот у нас тут специалист сидит американского визового центра подходит к вам уже человек говорите у нас есть вот это вот это вот это погиб домой сейчас вернись посмотри канал русская америка поизучает посмотри человек даже может быть и не знает что это есть понимаете что такие перспективы для него открыты люди этого не знают и ваша задача чтобы они об этом узнали а когда он уже посмотрел понравилось он там отследил что люди работают примеры там нас полно видео с клиентами которые приехали устроились живут нормальной жизнью радуются приехали с полутора тысячами долларов и все за год добились всего ну понятно что там они миллиардерами стали но они довольны и они назад не хотят вот и все и таким образом человек приходит следующий день к вам или пускай скажет да я посмотрел но что ж я раньше не знал что можно поехать в работу работать в америку и даже хотя бы 10 долларов в час так извиняюсь форс-мажорное обстоятельства упала камера на почке она иногда бывает падает но давайте уже закончу видео и таким образом клиент станет вашим клиентом потому что вы его познакомили с новой страной с возможностью хорошего дохода сейчас вот в украине я не думаю сколько сейчас напишите зрители в комментариях сколько сейчас в украине люди зарплату получаем я не думаю что 10 долларов в час легко найти такую работу потому что очень сложно найти работу на 10 долларов в час а здесь в америке 10 долларов в час часто работу найти очень просто и на 15 долларов можно найти час час работы я рассказывал примеры наших клиентов которые иммигранты приезжали на 20 долларов в час находили работу ну просто они специалисты своей области в автосервисе у меня клиент работает 20 долларов в час кондиционеры клиент работает заправляет 20 долларов в Это не работа в банке Это не работа в хедж-фонде Но это нормальная работа Здесь нормально, адекватно платят И человек может и откладывать И на автомобиль новый И потихоньку И документы сделает И квартиру купит Все со временем Просто может быть не все за один день Кто работает, тем эта страна открыта И те себя находят А ваша задача Находить тех людей, которые хотят изменить свою жизнь Которые хотят заработать Напоминаю свой вайбер ватсап Плюс 1 646 477 05 00 Потенциальные франчайзеры Которые хотят работать И зарабатывать Пожалуйста, пишите, звоните С удовольствием отвечу на все ваши вопросы Пока